Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 15 июля, Православная Церковь совершает празднование иконе Божьей Матери Феодотевска. Святыня Рязанской земли явилась в 1483 году в окрестностях Рязани в пустынном месте, именуемом Старое, близ села Феодотиево. Поскольку от икона стали совершаться многочисленные исцеления, то по повелению рязанского князя она была перенесена в город Рязань и с подобающей честью поставлена в соборном храме «Успение Пресвятой Богородицы». В 1611 году по распоряжению архиепископа Рязанского Феодорита с явленной иконы была снята копия и отослано в село Феодотиево. Летописи зафиксировали чудесное исцеление силой Божьей Матери от моровой язвы в 1771 году. Феодотиевскую икону носили как по городу, так и по окрестным селениям. Если ее приносили в какой-нибудь дом, в который болезнь еще не была занесена, то в нем моровая язва совершенно не появлялась во все дальнейшее время. Если же дом был уже заражен моровой язвой, то она немедленно прекращалась. Другой разительный случай чудесного исцеления от иконы Богородицы относится к 1812 году. В доме одного жителя Рязани, отставного сержанта, лежала его больная свояченица Ксения. Она сильно мучилась болезнью глаз и в продолжении 13 недель не могла ничего видеть. 19 марта 1812 года в соседний дом была принесена феодотиевская икона. Сестра, болящая Ксения, пошла туда, чтобы попросить позволения принести икону и в свой дом. В это время Ксения как будто задремала и увидела во сне какую-то незнакомую женщину, которая сказала ей «Встань, ибо к тебе скоро придет великая гостья, и ты увидишь ее». Больная ответила «Как же я могу увидеть ее, если я ослепла? Поверь мне, ты ее увидишь», снова подтвердила неизвестная женщина. Больная после этого очнулась и недоумевала, чтобы значило это видение. Вскоре принесли чудотворную икону и начали служить молебен с Акафистом. Во время чтения Акафиста ресницы у больной стали вздрагивать, а при чтении Кандака о всепетая матье глаза ее внезапно раскрылись. Жители Рязани издревле чтят феодотиевскую икону, и перед ней всегда бывает множество молящихся. Ее очень часто брали в дома и служили молебны перед началом какого-нибудь семейного дела, например, женитьбы. Не раз во время бездождя с ней совершали крестный ход, и бездождие прекращалось. Празднование этой иконе 2 июля по старому стилю установлено в 1618 году в память избавления Рязани от нашествия разбойничьих отрядов запорожских казаков. После закрытия Успенского собора в 30-х годах 20-го столетия следы первого образа затерялись. Возможно, икона находится в музейных запасниках, но до наших дней дошли ее списки, также прославленные чудесами. Один из них находится в селе Феодотиево Спасского района Рязанской области, другой – в Рязанском кафедральном Борисоглебском соборе. Дорогие братья и сестры, сегодня также празднуется положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне и совершается память святых. Святителя Фотия, митрополита Киевского, Московского и вся Руси Чудотворца, святителя Иовиналия, патриарха Иерусалимского совершается празднование иконам Божьей Матери Пожайская, Ахтырская. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаименитства. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы и Его Пречистой Матерью. Многое вам и благая лето!